Рассказать о наболевшем и поделиться опытом. В Нарьинмаре начал работу учебно-консультационный семинар с главами муниципальных образований. В течение трех дней руководители поселений встретятся с представителями власти, аппаратами уполномоченных и другими ведомствами округа. Дискуссионные площадки станут местом обсуждения и совместного решения актуальных для населенных пунктов округа вопросов. Изменения в жилищном законодательстве, подготовка к выборам в Государственную Думу, «Профилактика безопасности в поселениях». Два раза в год главы муниципальных образований встречаются в Нарьинмаре, чтобы обсудить важнейшие вопросы жизнеобеспечения поселений. На этом семинаре наибольшее количество вопросов вызывает реализация 95-го окружного закона. У меня 15 семей, молодых в том числе, куда нужно поселить. От кого можно сейчас ждать строительство? Если строительство не будет делать не за полярный район, и предприниматели туда не входят. Вот по той программе, которую предлагали округу. Что дальше потом делать? Как вот вы? Главы сетуют. Полномочия по всем отраслям переданы округу, а спрос с них никто не снимал. Все вопросы по исполнению окружного закона были заданы председателю постоянной комиссии по государственному устройству и местному самоуправлению собраний депутатов. Это не догма. Его можно отрегулировать. Мы его регулируем в соответствии с теми проблемами, которые возникают при исполнении 95-го закона. И тут главное вовремя отрегулировать, перераспределить полномочия так, чтобы было проще решать те задачи, которые поставлены перед нами в 131-м и 184-м законах. Семинар глав – это и живое общение друг с другом, и возможность выразить благодарность. Так Галина Смирнова, руководитель Пёшского муниципалитета, вручила благодарственные грамоты жителям и главе Тиманского сельсовета. В середине марта они организовали спасательную операцию для трёх жителей Нижней Пёши и не дали им погибнуть. Также во время семинара удобно делиться опытом и удачными практиками. Ещё на прошлых семинарах мы вносили предложение руководству, что хотели бы посетить муниципальное образование с целью перенять лучшие муниципальные практики. И мы были услышаны, мы уже посетили Антик, мы также были в Коткино, и на этот раз нас везут в Тельвиску. Очень хочется познакомиться с этим населённым пунктом, также многому поучиться. Я думаю, что в каждом селе есть что перенять. Поездка в Тельвиску состоится сегодня. Глава муниципалитета Александр Чурсанов познакомит делегацию с объектами жизнедеятельности села, инфраструктурой и частным фермерским хозяйством. Валентина Чибичек, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Спасибо.